Число алкомаркетов неуклонно растет в Благовещенске. Точки продаж спиртного открываются практически каждый месяц. Большинство из них в многоквартирных домах. Заходят в город и новые крупные сети. Пытаются ли как-то остановить предпринимателей на законодательном уровне? Этим вопросом задаются не только многие жители Амурской столицы, но и городские журналисты. Выяснить, планируют ли областные власти повлиять на ситуацию, наша редакция решила во время пресс-конференции губернатора при Амуре Василия Орлова. Глава региона поблагодарил за вопрос и высказался резко. Сам он негативно относится к росту числа таких магазинов, которые часто выдают себя за кафе. Сегодня мы обсуждали эту тему и приняли решение о том, что будет ужесточено областное законодательство, в части города Благовещенска в частности, чтобы ограничить распространение этих торговых точек. По сути, это будет решение в два этапа. Первый этап запретит открытие новых точек, а вторым этапом, соответственно, будет сокращаться количество имеющихся точек. Их сегодня порядка 200, на память 257 в Благовещенске размещенных на квартирных жилых домах под теми или иными вывесками. Но их закрыть одновременно нельзя. Поэтому действовать будут по закону. Закрывать точки продажи спиртного в МКД станут по мере того, как у них будут истекать сроки выданных им государственных лицензий. Василий Орлов также обратил внимание, что в российской истории уже были примеры, когда пытались запретить отпускать алкоголь. Но так, по словам губернатора, не получится. Необходимо создавать альтернативу, например, условия для занятий спортом. Такая работа у нас тоже ведется. Мы видим, что ежегодно увеличивается количество людей, занимающихся спортом. Это статистические показатели. Этому способствует в том числе и развитие спортивной инфраструктуры. В Благовещенске, кстати говоря, два ФОКа открыты за последние годы. На мой взгляд, очень хорошего качества. Здесь спасибо программе «Газпрома». У нас планируется на Чагиринских полях строительство крупного физкультурного объекта. Поинтересовали журналисту Василия Орлова и о его планах на будущее. Будет ли он баллотироваться на второй срок в сентябре? Глава при Амуре рассказал, все будет зависеть от решения президента страны. Еще одна тема, которую обсудили во время пресс-конференции – возобновление туристических потоков с Китаем и в целом совместные с КНР-планы. Мы готовимся к тому, чтобы открыть пассажирское сообщение. Но здесь все будет зависеть от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в Китае-РАС. И какие решения будут приниматься, соответственно, по трансграничному сотрудничеству. Из хороших новостей у нас активизировалось значительно гуманитарное наше сотрудничество, которое было практически на нулевом уровне. Или там по видеосвязи мы проводили все наши мероприятия традиционные уже. Ближайшее международное событие прогремит на льду Амура в следующие выходные. На 25-26 февраля назначен их хоккейный матч между командами «При Амуре» и «Поднебесной» и состязания по авторалле. Летом власти надеются провести в очном формате российско-китайскую ярмарку культуры и искусств. Кристина Слепцова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». Продолжение следует...